привет всем это мой наверное 6 выпуск на youtube сегодня я забрал свой новый автомобиль это ford канала и не 150 настоящий американец мужской двигатель в 8 5 литровый прожорлив все как мы любим я буду делать из него авто дом и буду это показывать своих следующих сериях выпуска на своем канале поэтому подписывайтесь друзья сейчас я вам немножко больше расскажу по этот автомобиль погнали итак это ford econoline e-150 настоящий американец в 1988 года выпуска он вышел из дизайн-студии амбассадор by cobra эти машины не выпускаются завода такими они идут все грузовые а потом уже их дизайн-студии разные там ателье тюнинговые и переделывать под нужды клиента владелым вместе документ от первого владельца им как владел некий там пол если когда-нибудь попаду в америку я обязательно наведаюсь к нему в гости может быть даже на этом автомобиле и будет интересно наверное встреча под капотом у этого зверя стоит 5 литровый в 8 инжекторный я не знаю честно сколько он есть история вообще такого вы сначала он был в америке потом его каким-то образом перегнали в украину на фирму какого-то агрария где он там честно выполнял свои нужды возил директора на какие-то наверное важность посиделки и так далее потом он попал руки посольству канады и возил посла канады по каким-то важным своим делам я точно знаю что они несколько раз ездили зоны отчуждения это все что неизвестно на то время было и потом он попал в руки одной семьи обычная семья муж и жена и они на нем путешествовали долго везде по украине на море в горы и так это был семейный автомобиль но ездил он немного скажем так но случилась беда владелец умер автомобилов остался жене естественно это не женская машина и перед тем как ушел владелец он сломался и собственно простояло четыре года вообще непригодном состоянии в гараже забиты это мы уже поставили у нас собственный ход об этом я вам покажу дальше в роликах и как мы его забирали это тоже была забавная история на с чем это связано потому что переделали ворота и у нас был зазор 5 сантиметров машина была 220 высотой на спущенных колесах а ворота были 225 и мы там как мудрились только с мужиками доставали с него но это были очень офигенские эмоции сейчас вы увидите здесь под кустого момент или видео и там на спущенных колесах чтобы понимали вот это не зашит цепляшку вот так проснимают про езду на этом автомобиле это что это ни с чем не сравнить то есть это не похоже ни на один буст это не похоже ни на один автомобиль и я не знаю это просто какие-то непередаваемые ощущения звука комфорта то есть он очень плавно несмотря на то что ему много лет это его по праву называют яхты на колесах это действительно заслуженный статус где машина стояла четыре года в гараже и потихоньку умирала то есть история такого что же с ней произошло перестала в люк электрики был просто как бы люк электрики и непонятно то есть это могли быть мозги это могли бы могут генератор там еще кто может бы просто где-нибудь перевелся бы датчик либо проводочек вообще по истории как бы двигатель рабочий коробка рабочая все типа машина была на ходу для меня это был большой риск покупает такую тачку то что неизвестно во сколько вы лица ремонт помимо того что она не заводилась и есть и очень много ряд вопросов по кузову проник про отдельно сейчас покажем эти моменты в итоге что же было сына владельца неправильно отдел темы на аккумулятор сгорел генератор а за ним потянулись разные блоки управления которые погорели разные мелкие детальки которые нужно было заменить разные резиночки прокладочки осозна поменяли мы массовый двигатель сразу же потому что туда выпадала вот такими вот кусками и она там спустя две недели шаманство с бубном ремонтами она завелась вот и поэтому сейчас мы будем думать как начинить кузов наверное завтра мы уже поедем в чернигов искать кузовщиков опытных которые смотрим на по металлу классно сделать а сейчас у проблемах внешнего вида как сказать кузов потому что рама сама по себе на принципе нормально там с ней ничего не случилось но есть ряд моментов по артам здесь в этих моделях шли молдинге я их оставил в граже естественно из даже не стал выцеплять потому как под них забивается грязь у нас результат вы видите что происходит с годами после того как там грязь пыль вода также были полностью спущены и шины вы там заехали сразу наши монтажа наши монтаж перепортировали почистили немножко они вроде как-то не сильно спускают метр хватит доехать от гаража до гаража дальше буду что-то искать ремонтировать диски но это не суть важно по самому кузову естественно после арок немножко надо проработать пороге сами двери немножко тут тоже пострадали от времени есть такие места где надо обработать подкрасить тоже в дверных проемов есть места ну и собственно такая история практически по самому кузову тут тоже вопросы по стойке это ее надо просмотреть потому что нам некоторых крестах ходит шатуном сверху здесь она все нормально цель но этот вообще сверху проблем особых нет есть проблема немножко двери такие тут тоже реставрировать перекрашивать и так далее я очень боялся за такой момент как стекла потому что начинавшись и форму с водами эти резиночки они протекают и потом салон затекает вода на мое удивление воды нигде в салоне я не обнаружил его вода по стеклам не течет это очень классно потому что если вы пришлось еще менять все резинки стеклах то это было бы печально потому как запчастей на эту машину украине практически нет их единицы вести все из штатов как бы сейчас уже проще но все равно это накладно по деньгам когда я начинал выбрать этот автомобиль и я именно выбрал такую комплектацию чтобы сзади был подъемник на крышу заделись его запаска мне очень нравится как она в дороге смотрится когда задержишь этой машины очень органично так чтобы был диван чтобы были такие два больших окна машине мне очень нравится как это выглядит и очень кайфово сидеть внутри наблюдать вообще что происходит снаружи окна вечерами закаты рассветы просто супер а вот и собственно мне повезло я ее нашел пусть и не в идеальном состоянии но зато она лица моя и я думаю что машина мне пришла по душе и мы с ней исключим очень много пространство стран городов в этой машине два бака на 65 и 80 литров еще не ошибаюсь 2 и вот как раз таки второй бак который находится вот здесь каким-то образом пробили кровавину когда транспортировали машину либо они мы либо кто-то раньше домкратом сделал случайно естественно раз случайно и таким образом сейчас у меня 65 литров в баке и это не так много для этой машины потому что я точно не знаю какой еще расход но я действительно не знаю еще сколько наезд потому что и так мало на ней проехал всего два дня она в моих руках уже и я съездил только отражал домой и собственно приехали мы сюда на локацию завтра я буду выезжать в чернигов и собственно будет наверное возможность минимально хотя бы оценить расход потому что ехать примерно 150 километров и мы затем понаблюдаю я уже в следующем выпуске наверное вам расскажу сколько же на самом деле уж этот дверь стоит ли его заводить потому что ремонт и все остальное это тоже не так просто для тех людей которые скажут что вы так надо оставить ребят это вы 8 здесь не все так просто чтобы поставить сюда газ нужно нормальная хорошая будущее чтобы не лазить подкапотная просто подкапотного пространства здесь не так уже много весь двигатель и коробка находится в салоне и что туда добраться это не так просто чтобы отстроить тоже его да и само оборудование стоит порядка 1300 евро это мне так на вскидку сказали вот то есть как бы может быть еще в истории вылиться в дороже ну не знаю по просчету все равно как бы дешевле будет надо проехать хотя бы там 10 тысяч километров на этом габло чтобы она начала покупаться поэтому поживем увидим моя самая главная задача сейчас восстановить кузов ну и дальше уже заниматься компоновкой машины для себя для путешествий таких столики я хочу сделать себе небольшую автономность чтобы я мог работать вот есть электричество у меня было практически всегда на все мои нужны вот что поехали посмотрим интерьер этой машинке и я покажу какие-то здесь прикольчики даже в те годы все было упаковано стеклоподъемниками электрическими замками что очень классно было бита деревом все понятное велюр салон на пассажирском месте не так много места как и я думал вообще садить надо только девочек с короткими ногами чтобы приятно поближе подойти или там видно есть как сюда американские подстаканники куча места для еды вещей и так далее однако себе обзору очень высокой этой машины сяду я буду достаточно высоко это машины находиться и очень комфортно за всем этим наблюдать самое интересное это в машине в этой это я правильно салонное пространство здесь находится четыре первое кресло и один диван задний который раскладывается все эти кресла они поворотные 360 имеют множество там функций кручение вокруг сессии выдвижения также есть подлокотники у каждого пассажира в принципе когда ты сидишь мне это очень вообще прикольное место я и ключ дивана и реально еще нигде не сидел посадка настолько комфортно что те только сидеть и наслаждаться дорогой идем дальше сидение выдвигается вперед-назад не в принципе тут место есть если наклониться вообще не знаю я не маленького роста метр восемьдесят пять человеку даже там под два метра ростом здесь будет просто гиперкомфортно и ни одному как мест здесь реально 7 по документам ну и примерно так же получается по местам сзади нас есть диван он я не знаю точно скольки он местный но если 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 его разложить тут и человек этом с комфортом поместится как бы а если раскинуть эти еще сиденья повернуть к дивану то возможно и все четыре сейчас покажу как раскинуть диван и я наверное включу подсветку в салоне чтобы вам было лучше видно кстати свет включается как вертолете наверное где-то такие кнопочки прикольные и и вот так выглядит салон с подсветочкой мне очень нравится особенно эти маленькие в потолке лампочки сейчас я покажу как опускается диван здесь вот установлена кнопочка вверх-вниз всего лишь и ты просто нажимаешь и диван едет на меня бьет мне по ногам ну собственно раскладывать его сейчас не буду ну что ребят теперь реальный отзыв об этой тачке ты себя ощущаешь настоящим американским папой у тебя везде подстаканники везде подголовники подлокотники везде пепельницы везде свет везде и шторки чтобы изолировать себя от внешнего мира ну как-то так что ребят пора завести эту малышку и послушать как она на самом деле звучит пойдемте в салон я телефон нашел готовы а а в 8 этого мне один литр не смартик какой-нибудь 8 цилиндров здоровьющих ну чё ребят готовы отправиться со мной путешествие я да погнали а 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 Я почувствовал себя, папа, это настоящий механизм. Ездить в комфорте охуенно. Хотите с нами? Погнали!